Население спрашивают, из чего сделан дом, какая крыша, есть ли у тебя животные, птицу, держишь ли. Ну, совершенно вопросы, которые не касаются численности. Как отличать на такого рода вопросы этим людям? Все-таки они имеют дело с властью, и когда им препятствуешь в ответе на их вопросы, они говорят, мы тогда вам дадим повестку о штрафе. Будете платить за то, что вы не хотите участвовать в переписи населения, будете платить штраф. Такого нет нигде, это жуличество. Ни каких параграфов нет. Я не хочу голосовать, я и не голосую. И никаких претензий нет. Здесь все идет только к одному. Третье сейчас человечество должно исчезнуть. Оставить золотой миллиард. Но по-ихному не будет. А они вот приходят, переписывают, узнают, чем ты можешь питаться. Перекрыть все, как уже в других государствах есть. Тебе разрешили 10 корней помидоров, а 11 уже штраф будет. Чтобы прокормил только самого себя. Но задача стоит-то другая. Если раньше только думали, врач это для лечения, а сегодня врач для смерти. Они никто не скрывает, все это открыто написано. Вот я говорю, тут в Содружестве посмотрите, какой ролик выставленный. И поймите, о чем там говорится. Называет прямо медицину фашизмом. Медицинский фашизм. А что делать? Да ничего не делать. Как раз в этом и заключается. 7 там должно быть. Или 20-й глав, 7-й стих. Исаия говорит. Ваша сила сидеть спокойно. Сиди спокойно и все. А они будут штраф. Ну где они его возьмут? С чего возьмут? А то может так подделываются, чтобы обрабрать. Вот как снимают счеты разные. Позвонят и с дуряка-то брякнут. Ну а все, сняли, ушли. Люди в Бога-то не верят. Совести нету. Работать не хотят. Говорится, а есть-то надо всем. Благодарю. Так что будьте аккуратны. А то они говорят. Ну то говорят они только. Вот нам говорили, вот место застройка идет. Тут рядом уже 20-этажные дома. 22 этажа. Ну а мы прям рядом совсем. И вот сегодня мы ходили. Мы-то у нас церковь здесь молимся. Все сказали. Никто не прикоснется к вам. А только до этого говорили там знакомые. Говорят, а бесполезно. СМИ тут даже спрашивать не будут. Ничего подобного. Теперь только сказать, бумагу они выдадут через неделю-две. Неприкасаемые. Каким образом эти дома оказались у меня? Как у заключенного? Реабилитированного? Государство рассчиталось не деньгами, которых у них не было, а домами. В одном храм, в другом мы живем. Склады. У меня детский лагерь. Я 45 лет был его директор. Кроме того, книги. Ну все закрыто. Ну а кто-то решит. Ну кто-то там где-то решит. Они договорятся, ему квартиру дадут. А я никак. Показываю наше общение с лучшим мэром всей России. А то общепризнанный Баварин Владимир Николаевич. Можете посмотреть. И внезапно он погиб. Он на три месяца, кажется, меня старше был. У нас фотографии сохранились, как эти дома подают. Как мы по рукам ударили. Как обнялись, поцеловались. И газета тут, центральная Алтайская, напишет. А Лапкин предпочел храм недвижимости. И мы стоим с ним рядом. И прямо написано, что теперь мы можем молиться и проще. Так они, можно что угодно делать-то. Едешь на машине. За меня близко помогал Лир, фамилия его. Лир Иван Иванович. Председатель железнодорожного суда. Расстались только. Его задавили машиной. Так они могли и меня задавить. Ну Бог продлил жизнь. У Бога все вымерено. Вот так. Говорите, служаю. Игнат Тихонович, сегодня ролик пересматривал у вас. И вы там говорите, что священник должен быть поставляем только тогда, когда всех своих домашних сделают верующими. А вот вы сказали этот канон. Канон есть такой, да? Да. А какой интересный? Это не мои слова, это так. Не-не-не, я не понял. Это семья имеется в виду, жена и дети. Больше ничего тут нету. А, жена и дети. Да, семья, семейная твоя. То есть не отец, не мать, а именно жена и дети. Ну вот обратиться, чтобы ты работал. Вот тут говорили, что пророчество. Пророчество, всякая проповедь. Апостол Павел, повернул к посланию Коринфянам, об этом говорит. Если у другого будет, этот замолкнет, другой говорит, как проповедь. Пророчество, это, понимаю, предсказание будущего. Вот как о Жириновском говорят, он предсказал. А что он предсказал? Где какая беда будет, кого убьют? Вот цыганка наворожила Пушкину, что человек в белом тебя забьёт. Но он жил в страхе, боялся. А когда вышел, вверх это плащ-то скинул, и Дантес. И у него белый тейкитель, и всё. Официально убивали друг друга. Так что молись, кротко веде. Вот в этой неделе особенно у меня столько новых появилось роликов, которые против меня всякую пакость говорят. И притом от тех людей, некоторых я знаю. Абсолютно бессовестная. У нас был один по чужим жёнам шастался. Ну его и знали, помолились, крестный ход сделали. И он сейчас буйствует везде прямо. Ну и чё зато? Это награду сплетает. Награду. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Если бы я был такой, как он, то дьявол бы не воевал против меня. А он разбратник, бессовестнейший человек. Если он такой, то я должен быть противоположным. Он сам показывает, что я не такой, как он. Тут надо ещё усмотреть благо. Я как-то вернулся летом, а потом занятия надо вести в университете. Я зашёл к проректору по учебной части, Сёмкин Борис Васильевич. Умнейший человек, профессор, академик. Ну и я говорю, вот здесь статья есть, меня хватает. Быков такой был, как, ну знаете, Димитрий Быков. Он сейчас в Америке, что ли. А он мне просто сказал, всякая антиреклама, это реклама. И всё. Новые люди стали спрашивать, где, что, как. Больше людей стало ходить на занятия. А сегодня даже, ну для Слова Божия нет ус. Книга у меня, там это всё есть. Так что, сегодня как сказать. Вот у нас тут один был по терябке, ушёл он. И теперь там, я понимаю, как его прижали, что-то был там, а может засланный был. Пять лет, тридцать лет исполнилось, он домой. И сейчас он буйствует везде. Совершенно как ума помешанный, бесноватый. Я могу только молиться, и каждый день молюсь за него. И люди выступают там где-то, там я с шахматом был. Совершенно их никак не касается. Мы двое на студии сидим. Но он отдельно выставил ролик. На мой бой я их запечатаю, а там я не достигаю их. И вот они всякую мерзость говорят. Притом ни одного слова правды нету. То есть он свой грех возлагает на меня. Достоевский говорит, тем сильнее, чтобы уязвить. Вот тут есть Синицын один. Он напал на Яна Златоуста. Я сразу же выступил и сказал, кто он такой. А из масонов, когда его оставили. Он сколько уже лет, наверное, семь прошло. Он всё ещё буйствует. Новые-новые ролики придумывают. А у меня ещё в детском лагере здесь речь идёт о тысячах, десятках тысяч разных роликов. Они берут там, комплектуют, отрезают голову, другое. Ну, один раз я обратился тут, они коснулись жены. Ну, тогда я взял и обратился в прокуратуру. А этот, который сделал, он в Казахстане живёт. Через неделю всё нашли, разорили его, а он, оказалось, у него там дом-приют. И всё. Больше ни слова, ни звука нигде нету. Так что нам это и во благо. А мне какое зло? Ну, аппетит хороший, сплю нормально, бессонницы нету. И всё, что не наделает, успеет. Но не так не счастливые. Так что благодарю Бога, что Господь меня отмечает особой меркой. Сколько этих недругов? Ну, примерно я не знаю сколько, но несколько тысяч я занёс их в чёрный список. Я уж показывал, такой вот у меня телефон. Вот он. Откроешь, вот такой вот он будет. И за ночь 70 звонков. Ну, в другой раз 40 поменьше. И там всякие угрозы, всякие пакости, а мне это не касается. То есть они бьют кого-то придуманного. Потому что ни одно слово ко мне это не относится. А вот только кто помогает, вот десятину. Я беру десятину. Я всю жизнь плачу девять десятин, а не беру. То есть всё кверх ногами поставлено. Ну и как? Да никак, я только сдерживаю смех и всё. Так что слушаю вас. Никого больше нет? Да, нету, Игнат Тихонович. Значит...